Итак, постановка проблемы в коллективе, которую мы рассмотрели с вами на предыдущем, в предыдущей видеолекции, является технологически специально организуемым событием. Мы предложили, как один из технологических приемов рейтингования. Вы можете выбрать и другие технологические приемы, но в любом случае это приемы, основанные на выборе. Именно выбор, как необходимость сравнивать, сопоставлять, соотносить со своими желаниями, ожиданиями, заставляет человека придавать значимость и оценку какому-либо явлению или событию. Поэтому вы можете импровизировать, вы можете создавать собственные приемы и технологии, но постарайтесь обратить внимание на то, а будет ли сделаться выбор педагогами в той ситуации, которую вы им предложите. Давайте пойдем дальше. Итак, проблема, как мы уже сказали, это то, что нас волнует, это то, о чем мы переживаем и то, чего мы хотим решить. И она требует своего решения. То есть мы хотели бы сделать так, чтобы нас эта проблема не волновала. И это рекомендуется делать. Потому что мы знаем, что если не решать эти проблемы, то они будут сказываться и на нашем здоровье, и на нашем самочувствии, и на наше вообще желание идти на работу. А мы бы хотели сделать так, чтобы проекты помогли создать в вашем коллективе атмосферу, которой каждый из сотрудников будет хотеть идти на работу. Потому что он знает, что в этой организации проблемы не замалчиваются, не оставляются в стороне, они решаются. Рано или поздно дойдет дело и до той проблемы, которая является значимой для отдельного педагога. Итак, вторая сторона проектного замысла, или вот той триады, о которой мы говорили, это решение. Проектные решения – это новое решение. Вот здесь наступил тот момент, когда, я уже говорила, мы бы могли с вами вернуться к понятию программы развития, а еще к одному распространенному понятию такому, как инновация. До сих пор в законе об образовании существует именно этот термин. Инновационная деятельность является у нас официальной деятельностью, которая сопровождает изменения в практике образования, и инновационные площадки регионального или муниципального уровня отдельно финансируются, и любая образовательная организация, она стремится, если она начинает заниматься изменениями, стать именно такой площадкой. Чем же отличается инновация от изменений, которых мы достигаем при помощи проектного управления? И может ли быть инновационный проект? Ну, вот по поводу последнего я бы могла сказать следующее. На мой взгляд, это масло масляное, то есть проект, который, собственно говоря, и предполагает изменение ситуации, и инновация. Давайте я вернусь к термину инновация и определю его так. Инновация – это получение эффекта от внедряемого новшества. Что в этом определении важно? В этом определении важно то, что новшество – это что-то уже разработанное, теоретически обдуманное, описанное и предлагаемое к внедрению в практику. Инновация требует экспериментирования для того, чтобы понять, при каких условиях новшество дает эффект. Поэтому инновационная площадка, она обязательно связана с двумя важными характеристиками. Первое. В инновации всегда фиксируется какое-то новшество, то есть изобретенное, разработанное теоретиками и учеными. Второе. Есть режим экспериментирования, при котором исследуется, изучается, при каких условиях в конкретной ситуации это новшество даст эффект. Вот в проектной деятельности мы с вами не привязаны к какому-либо новшеству. Что это означает? Нет. Это означает, что мы в проектной деятельности идем эмпирическим путем. То есть мы осуществляем поиск решений здесь и теперь без опоры на теорию. Конечно, это кого-то может очень сильно возмутить. Многие будут говорить следующее. Нельзя в практику образования допускать изменения, которые не связаны с каким-то теоретическим научным обоснованием. Только то, что осмысленно и продумано учеными, только это можно допускать в школу. Вот здесь спорный вопрос. Достаточно ли в школе у педагогов, у педагогического коллектива компетенции, чтобы они, опираясь на собственный опыт, на собственные знания, могли искать собственные решения? Или мы должны обязательно ждать, когда наука проложит свой путь в эту область? Это вопрос. Продолжение следует...